Привет, народ! Добро пожаловать на наши посидевочки, место, где мы с вами продолжаем обозревать Дом Дракона. Сегодня мы поговорим о двух вещах. Мы обсудим трейлер на пятую серию Дома Дракона. Проговорим моменты, которые показали в трейлере. И опять-таки, это видео будет со спойлерами. По крайней мере, первая его половина. Я постараюсь оставить таймлайн, если вы не смотрите трейлеры. Если вы боитесь каких-то спойлеров, тогда вы сразу перематываете туда, где мы будем обозревать документалку по прошлой серии. Опять-таки, почему я не могу сидеть и смотреть на трейлер и говорить, интересно, а что же вот в этой коробочке несут? А что это голову привезли? А с кем разговаривает Алисента? Это было бы глупо, потому что я знаю, что происходит, поэтому я буду говорить, на какие книжные отсылки та или иная сцена намекает. Так что, поэтому, первая часть этого видео будет со спойлерами. Я вас предупредил, надеюсь, никто на меня не в обиде. Давайте пройдемся по трейлеру, а потом уже поговорим. Документалка. Ребят, если вдруг вы не смотрите документалку, ее показывают на HBO Max, а также на официальном YouTube-канале The Game of Thrones, по-моему, называется, они туда выкладывают эту документалку, так что можете спокойно пойти посмотреть, даже если у вас нет подписки, как снимается сериал, вы можете смотреть каждую неделю новую серию выкладывают. Когда заканчивается выпуск серии «Дом дракона», после этого выходит документалка, которая называется «Дом, который построили драконы». Вот так вот. Так что, если вдруг не посмотрели, можете посмотреть и потом вернуться. Ну что, погнали, погнали, погнали. Я включаю всегда субтитры для того, чтобы мы точно знали, кто на заднем плане какую реплику произносит. Итак, погнали. У нас начинается, открывается заставка на Королевской гавани, что у нас стоит Алисента и Эймонд. Кстати, мы видели уже эти кадры до этого, их показывали в основном трейлере, и мы тогда думали, так, а на кого они смотрят с таким, ну, осуждением. А здесь, оказывается, это они не с осуждением смотрят, а на процессию того, как въезжают в город. Понятное дело, что у Эймонда он сел себе на дракона и прилетел. Армия Кристена Коля, вот у меня тоже, я все ваши комментарии читаю, кто-то спросил, а как это так может быть, что эти несколько недель добирались как будто бы до Грачиного приюта, а король сел на дракона раз-два, ну, точно так же, пешком ты сколько будешь идти из одного города в другое? На самолете раз-два взлетел, и уже ты там. Точно так же и здесь, до Грачиного приюта, ну, может, там минут 20 он летел на своем драконе, оно близко, а здесь, окрестную Колю нужно было не только пешком идти, но еще они передвигались ночью, чтобы драконы не могли их засечь, и они от лесочка к лесочку передвигались. Все, теперь мы слышим спикер, это типа, ну, глашатый, глашатый он произносит, а behold, типа, внимание, обратите внимание, смотрите, мы показываем, мы везем, the traitor dragon Malice. Malice это красная королева, та самая, на которой летала Рейнис. Они бы, может быть, и голову Рейнис привезли бы, но по книге, когда произошла битва, я, кстати, себе тоже в книгу сделал набросочки, 62-я страница. Все основные события из этого трейлера, если у вас книга такая, как вот у меня, двухтомник, кстати, люди спрашивали, как называется событие, которое происходит, они называются пляска драконов, но эта пляска драконов, она описана в многих разных произведениях. Одно из произведений, там есть принц-разбойник, много есть произведений, но есть двухтомник, пламя и кровь. Он вышел в русском языке как двухтомник, на английском языке оно вышло одной книжкой. И если у вас такой же двухтомник, если вам интересно просто самим посидеть, почитать синяя часть, второй том, на 62-й странице здесь все будет. Итак, у нас здесь, когда, кстати, если кому интересно, Рейнис было 55 лет от роду, когда она погибла. И когда они наблюдали, рядом с тушей Мейлис было найдено тело, полагали, что это принцесса Рейнис, но остатки были так обуглены, что с уверенностью никто не мог ее опознать. Поэтому и голову ее не привезли. Но голову лорда Стаунтона отвезли в Королевскую Гавань и водрузили над Старыми Воротами. Лорд Стаунтон это лорд Грачиного Приюта. Так что мы дедушку того увидим, скорее всего, его голову там на пиках. И, но еще более устрашало народ, голова Мейлис. И вот мы как раз видим эту сцену. Смотрят на процессию, как возят и везут по городу голову Мейлис. Конечно, для всех тех, большинство комментариев по прошлым видео, обзорам это то, что ой, я так плакал, я так плакала, рыдали, слезы по жопе текли. Понятное дело, даже я, зная, что должно произойти в эпизоде, какая битва, кто именно должен погибнуть, кто с кем будет сражаться, даже я сколько себя готовил к этой серии, я сидел, у меня пульс в стратосферу улетал, когда битва драконов была. И, конечно, вот печальненько смотреть. Отрубили голову. Наверное, последний раз так вот печально на голову тоже смотрелось, когда на красной свадьбе отрубили голову лютоволку и пришили к Робу Старку. Примерно вот так. И теперь смотрите, как продвигается пропаганда. Они говорят, убитая королем Эйгоном. Не отдали победу Эймонду. Не сказали убитая принцем Эймонда. Они говорят, убитая королем Эйгоном. Для того, чтобы поднять, возвеличить, показать, вот он такой бесстрашный. Потому что иначе привезли его в ящики обратно, обгоревшего. И как его вот такого показывать? Что не скажут же, напился ваш король, поперся в битву и сам погиб и все поставил под вопрос. Все королевство. Нет, им нужно продвигать вот эту пропаганду о том, что вот он такой сильный, замечательный. И поэтому они проговаривают, что убитая королем Эйгоном. Мы замечаем, что как они использовали, как это... Пиар-компания у них работает очень хорошо. Как они тоже смерть этого ребеночка пришили, там провезли по всей королевской гавани, показывали. И теперь вот тоже король Эйгон наш замечательный. А самого вот... И нам показывают, как через замок Майгора, вот это сердцевина королевской гавани и красного замка, проносят в коробке закрытой... Что-то несут. Теперь. Вы сами остались тут, потому что спойлер. Продолжаем читать. Король Эйгон не умер, но так страдал от ожогов, что порой молил богов не спаслать ему смерть. Чтобы скрыть, насколько тяжело он ранен, его доставили домой в закрытых носилках. И он не поднимался с постели до конца года. Короче говоря, все за него там молились и давали ему маковое молочко пить. И король все равно спал 9 часов из 10. Короче говоря, если сутки на 2 часа он только просыпался примерно. Просыпался лишь, чтобы принять скудную пищу, а после снова впадал в бытие. Так что вот это вот мы видим, как несут. Скорее всего в следующей серии, вот в предыдущей нам так со стороны показали, что солнечный лежит, такой вот весь побитый, помятый, там еле дышит, и что-то там лежит около него. Мне кажется, в следующей серии нам лучше покажут. И ожоги, и сломанные ноги, все это покажут. И вот заносится в палату ящик. И Алисента задает вопрос. Он жив? И вот, скорее всего, это около постели, потому что это комната короля, по нашим любимым известным гобеленам мы можем это определить. И она подходит, и скорее всего, ее глазами, вот именно в этой сцене, она подойдет, когда Алисента увидит, покажут и нам. И это будет вот двойное открытие нам. Наша реакция и реакция матери. Это то, что должно вот сработать на нас и визуально, и эмоционально. Вот сидит такая вся в тоске и раздумьях в следующем эпизоде Дома Драконов. Теперь мы слышим, Рейнира говорит, мы не можем сейчас напасть на Королевскую гавань. Мы сейчас не можем этого сделать. Без поддержки речных земель. И это она разговаривает с вот этим вот бесючим мужиком. Кстати, вы этого бесючего мужика запоминайте. Может, это... Вы что, про спойлеры говорим? Эта гадина все предаст. Так. Это вот предатель следующий наш. Теперь, Дэймон Таргарен. Ну, тоже. Просто как пять копеек. Либо вы преклоняете. То же самое Дейенерис в свое время говорила. Преклоняйте колено, выбирайте меня своей законной королевой или помирайте. Это когда Талия, когда она перед Талией вышла, да, она их взяла в заложники, отца Сэма и братца. И сожгла дракона. Вот примерно точно так же и Дэймон здесь. Говорит, мои условия очень простые. Склоните колено, или ваш дом сгорит. Если вам интересно, с кем это он разговаривает, это наши те самые бракены с лошадками на груди. Если вы обратили внимание, когда он под бухи, когда приходил в себя после того, как выпил настой, который ему дала Алис Риверс, он сидел, разговаривал с одним из представителей Блэквудов. И он говорит, что мой дом будет вам служить, мы будем за вас воевать, но у вас есть дракон, пожалуйста, разберитесь с бракенами. И вот здесь вот, скорее всего, как раз Дэймон пришел. Ага, бракены. Вы склоняете колено, Блэквуды, понятное дело, вы там между собой ссоритесь, но мне нужна ваша поддержка. Теперь нам показывают, как Дэймон стоит с топориком, он решает восстанавливать стены Харанхола, для того, чтобы это было именно то место, куда могли собираться все войска. Такое себе связующее звено в речных землях, откуда можно уже выдвигать компанию на Королевскую гавань. И мы тут видим, как тут строятся главные залы, ремонтируются. Пошла жизнь. И теперь мы слышим на заднем плане голос какой-то пророческий такой, скорее всего, это что-то из очередных видений Алис Риверс, которое будет ему отправлять. И вот тут написано мистический, загадочный, мистериас, загадочный голос говорит, А, Дэймон, ты был создан для того, чтобы носить корону. Ну, такой, змеи-искуситель, да, как потом в КВНе. Ну, расчеши, Манту. Ну, расчеши. И вот он тоже. Кукуха, конечно, постепенно расшатывается у него. Вот, он там продолжает спать. Теперь, очень интересно, мы его не видим здесь, не видим, но звучит реплика Отто Хайтаура, который говорит, у короля нет недостатка в наследниках. Так что, что-что, а наследники у короля имеются, даже если король откинется. Но, такой интересный момент. Если мы говорим, что Эйгон второй, законный король, а кто после него? Сына у него погубили. Кто после него должен стать наследником? Его дочка близнец того самого ребеночка, которому голову-то пелякали. А что-то, ага, тогда женщина может быть наследницей? Или же ходить по борделям, искать бастардов, которых наделал король, и дать им узаконить их. Смотрите, это не новая практика. Как это? Узаконить, да, правильно, узаконить. Да, правильное слово, узаконить. Ребят, всегда пишу одним дублем, иногда бывает такое вот, вот что-то скажешь и думаешь, правильно, неправильно сказал. И вспомните, когда Болтон, у него же был Рамси Сноу, и он у короля получил специальную бумагу, которая сделала его законным последником, что он стал Рамси Болтон, вместо Рамси Сноу. Точно так же у нас было, когда приехал на стену Станис Бартеон, и он разговаривал с Джоном Сноу, говорит, сейчас непонятно, что творится в Винтерфелле, там Болтоны засели. Он говорит, ну да, нет наследников больше, он говорит, хорошо, вот король говорит, я могу, так как, опять, он же считает, что он король Станис Бартеон, да, я могу розчерком пера сделать, чтобы ты был не Сноу, а был Старк, и ты тогда можешь законно сесть на престол. Точно так же у меня часто в комментариях задают этот вопрос, говорит, как дети Рейниры могут занимать престол. Они же бастарды, незаконно рожденные. Да, они бастарды, рожденные от Стронга, но это не изменяет тот факт, что они дети Рейниры, законной наследницы. И розчерком одного пера можно любого бастарда сделать законным наследником. Так что здесь у меня никаких вопросов не возникает. И тут про кого говорит Ота Хайтавр? Он говорит про детей бастардов, которых понаделал там по всем борделям Эйгон, или же про его дочку, или же про братьев короля. Это получается у нас Эймонд и Дейрон, который находится в этом Хайтавр. Вот ваше предположение можете писать в комментариях. Кстати, тоже из больших комментариев очень классно. Спасибо всем тем, кто поддержал наш флешмоб. Я, мы, Алисента. Я читал про вашу историю, какие документы вы искали. Думаю, ну точно. Такая вот история, которую все могут соотносить. и еще из комментариев в последнее время, я не знаю, откуда такая большая волна люди спрашивают о том, что а правда, что Дрогон у Дайнерис был больше, чем Мейлис Красная Королева. Я не знаю, откуда это пошло, я не знаю, где они увидели, но прям вот волна однотипных, как бы можно было сказать, то боты понабежали, но боты не прибежали бы с однотипным вопросом. Видно, что это реальные люди, которые где-то увидели какую-то видюшку, она видать где-то заверусилась, и они вот приходят, им действительно интересно. Смотрите, разница в том, что книжные драконы и сериальные драконы, они немножко разные. По книге у нас каждое поколение драконов, они становились все меньше и меньше и меньше. Если на то пошло, драконы, которые были у Дайнерис, они были самые маленькие драконы, которые вот в книжной истории были. По событиям, смотрите, тот же самый дракон, который у Рейниры, Сиракс, тоже обычно кладут яйцо в колыбельку с наследником, Таргарином, и оно должно проклюнуться. Кстати, ребят, сходил к врачу сегодня. Очень надеюсь, что скоро с кашлем мы справимся. У меня этот, бронхит, выписали антибиотики, так что для него будет на антибиотиках следующую неделю, и надеюсь, после этого с кашлем мы распрощаемся. запустил, не знаю, спасибо всем тем, кто переживал. Недельку еще мой кашель придется потерпеть. Так вот, и если мы берем книжный, у нас момент, когда Дрогон забирает Дайнерис с арены, там прошло от момента, как он родился, до момента, как он вырос, там буквально несколько лет прошло. он на тот момент был вообще размером вот как лошадку с крыльями. У него размах крыльев был от одного края крыла до другого края крыла 20 фит, это примерно 6 метров. Вот это был его полностью. Это не так много. Естественно, в сериале уже к концу подошло так, что он был размером, они написали как Боинг, А300, какой-то вот этот большой Боинг, я пошел, нашел размер этих крыльев, в 10 раз увеличили дракона Дрогона в сериале по отношению к тому, какой он был в книге. Опять-таки, почему, например, как можно оправдать размер дракона? у нас по книжной истории дракон еще не успел пойти и летать где-то там питаться самостоятельно. До этого был под присмотром, все, и они могли расти быстрее. Мы узнаем, что драконы, которые находятся в заперти, они растут медленнее. Поэтому мы видели в сериале, когда почему, допустим, драконы раньше были больше, потому что они росли в древней Валерии. Может, там что-то им помогало, может, что-то было в почве, в воздухе, в воде, такое, что помогало драконам расти. И теперь смотрите, по сериалу мы знаем, что дрогон какое-то время жил в древней Валерии, потому что когда Джора Мормонт на веслах вез Тириана, и они проплывали через старую Валерию, и Тириан посмотрел, и он увидел дрогон, как он пролетает. И вот он большой такой. Я единственным образом, каким могу оправдать вообще то, что в сериале дракон в 10 раз больше, чем он в книге, вот только тем, что по событиям сериала они дали ему возможность полетать, потусоваться в древней Валерии какое-то время, другие драконы были там заперти. Посмотрим, посмотрим, как в книге Мартин до какого размера растолкает этих драконов. Но на данный момент по тем книгам, которые вышли, драконы Дайнерис самые маленькие из существующих драконов. Самые маленькие. Так что, поэтому, если где-то кто-то вам приходит и начинает рассказывать, да, Мейлис, Красная Королева, была намного больше, чем дракон. Из размеров вообще, конечно, в Хагар на данный момент она самая большая. Особенно после того, как Валерион и Мераксис. когда они погибли, все, после этого Хагар стал самым большим драконом. Все, это такое было. Маленькое лирическое отступление на дракона. Теперь посмотрим, про каких наследников говорят. Но тут мы видим тоже одноглазый, уже там тоже отличненько сидит так у себя на совете. Алисанта говорит, мы слышим, как она на заднем плане проговорит, так что, вы меня отстраняете? Еще интересный момент про того, кто будет сидеть на престоле и все дела. Мы сейчас это увидим немножко дальше. О том, что когда по словам Евстахия сказал Кристан Коль принцу Эймонду, править страной придется вам, пока ваш брат не поправится. Септон также пишет, что принца дважды просить не пришлось. Одноглазый убийца своего родича мигом нахлобочил на себя корону Эйгона завоевателя и говорит, мне она идет куда больше, чем ему. Это к тому, что у меня в комментарии тоже прилетело многие люди очернили опять зеленых братьев, сделали, что он так вот, что смог пыхнуть на братика. Все соответствует книге. то, что Эйгон хотел, Эймонд хотел забрать у Эйгона власть, может быть, он ждал, может, он бы силой изначально раньше не стал бы этого делать. Но то, что так оказалась судьба несправедлива и что вот этот алкоголик стал королем, а ему нужно было ждать, он считал, что это неправильно. он лучше знает военное дело, он лучше учился, у него больше знаний и он знает, что нужно делать для страны, как он считает это. То даже вот из этой реплики мы понимаем, что Эймонд он особо не сильно упирался и плакал и переживал о том, что его братец теперь не может быть королем. Ну, теперь тут те, кто переживал встретиться ли снова Кристан Коль с Алисентой вернет ли платочек, будет ли еще у них счастье, нам показали. We have given the war to the dragons, что он говорит, мы отдали войну в руки дракона, что теперь все, война перешла в новое русло, что что, Кристана Коля конечно впечатлило то, что произошло на поле боя. Теперь эту архитектуру скорее всего вы помните по Игре Престолов это близнецы две башни, которые находятся по разные стороны реки их соединяет мост. Это единственная большая переправа для большого войска. Близнецами Волдер Фрей повелевал во времена Игры Престолов, потому потому что вы помните Роб Старк он пообещал жениться на одной из его дочерей вместо этого взял себе в жены там птихаршу и из-за этого там был отличный повод он обидел Фрея и красная свадьба случилась таким образом Ланнистеры смогли подкупить Фрея подкупить Болтонов совершить переворот но на прям на этом мосту мы видим продолжаем слышать слова Криста Маколя Will you per side over it что ты можешь ли ты что-то сделать с этим вот этими драконами сможем ли мы противостать сможем ли мы победить пережить и мы видим как Джак сидит на совете на этом самом мосту пришел на переговоры спросить разрешения наверное пройти и в следующем кадре мы видим уже как Джак уходит и его дракон где-то там обитает потому что сначала нам показали вид как дракон внимательно следит за всем что происходит на мосту что далеко от своего наездника никуда не уходит короче говоря Джак придет на переговоры туда теперь мы видим как Эймонд поглядывает на престол что вот теперь ему привалила такая честь что он стал ну тайтл ему тайтл официальный звание которое ему выдали он стал называться пускай он не был королем да но королем себя объявить не пытался называясь лишь хранителем государства и принцем регентом десницей по-прежнему оставался сер Кристен Коль но вот он стоит смотрит теперь мы слышим как листа пиявка белая червячиха смотря в каком переводе вы там читали мизария она говорит люди перешептываются когда визерис вен визерис лифт дарвозапис пока визерис жил был мир и мы видим теперь молния и тетенька в красном костюме выбегает из замка куда-то бежит это та самая тетенька которую мы видели в большом трейлере которая посреди толпы людей выперлась пытается быть незаметной но идет в красном сарафане с капюшоном вообще многие сказали это она была повитуха среди когда Рейнира там роды принимали у нее она была там не спорю единственное для меня непонятно какого фига если ты пытаешься на секретную операцию куда-то вышла одеть самый яркий замечающийся костюмчик я вот этого не понимаю но если ей нужно куда-то сбежать если вот она прям в торопях может переодеться некогда было не когда было одеть что-то менее незаметное но мы узнаем что какую именно информацию из замка она пытается вынести и мы вот вот эта тетенька в этом трейлере нам ее опять не показывают что-то не это но все те кто вместе со мной смотрели трейлер большой трейлер который назывался в следующих неделях вы должны помнить мы очень много говорили про эту даму в красном теперь это все пиявка продолжает она же теперь как мастер над шептунами у Рейнеры и говорит Рейнер отвечает пути по которым я ходила они всегда не протоптаны я всегда прохожу вот эти новые неведанные пути видим Дэймон продолжает строить и теперь мы видим как люди кидаются на ворота вы наверное спустите что это к чему это опять-таки возвращаемся к книге к книжному источнику и так книги написано так септон Евстахи говорит что после этого когда голову дракона провезли после этого жители начали покидать столицу толпами пока вдовствующая королева Алисен не приказала запереть все городские ворота потому что когда они увидели что все драконы пошли в ход голову этому дракону очепучили значит это придет сейчас кара это значит Рейнира сюда со своими другими драконами прилетит а у нас по сериалу по сериалу у нас только один дракон в королевской гавани это в Хагар где-то мы знаем что в старом месте находится еще один дракон Дейрон на котором летает еще один сын Алисен и все как бы забыли про пламенную мечту есть еще дракониха на которой летает Хелена но ее нигде не показывали нам нигде про нее не рассказывали Хелена никогда к этой драконике не подходила она никогда на ней не летала вообще не было ее и я не знаю станут ли вводить ее в сериал или нет особенно особенно зная что тактически никак это дракониха в кляске драконов себя не проявит но тем не менее люди напуганы и люди вот пытаются сбежать из королевской гавани потому что понимают что дело будет плохо теперь мы видим ночью через лес проезжают какие-то рыцари кто куда чего везут смутно сложно понять ни баннеров не разглядеть здесь ничего но мы узнаем по истории может быть это как раз будет возвращение как везут короля обратно в королевскую гавань теперь но Миссария говорит что есть много способов вести войну теперь кадр где мы видим кровавого червя это дракон деймона на заднем плане и рыцарь в доспехах в доспехах именно тех самых бракенов это лошадка пляшущая лошадь скорее всего это вот он принял принял присягу и нам скорее всего покажут что вместо того чтобы из них сделали барбекю они присягнут деймона войне посмотрим посмотрим как они это сделают но то что вот здесь герб бракена это 100% и то что это дракон деймона это тоже 100% и теперь мы видим что кто-то сшибает карты которая находится на драконем камне сшибают фишку таргаринов черных таргаринов лениры сшибают именно с того места где написано грачиный приют что все грачиный приют пал и по книге вообще в тот день в той битве около грачиного приюта пострадало 800 человек воинов которые были там и плюс еще 100 человек погибло потому что когда стены были взяты кристан коль предал мячу полностью весь гарнизон он не просил кто хотите не хотите склоните колено не склоните как он делал до этого всех всех 100 человек кто был там в этом гарнизоне всех предали мячу теперь кристан коль продолжает говорить что вот we must do now is terrible то что нам нужно делать сейчас это ужасно но и алисента тоже тут кипиши в шоке но сидит за столом в кресло это в ее комнате и мы тоже смотрим рейнира со слезами на глазах все и это будет в следующей серии дома драконов так с этим разобрались сейчас мы с вами пойдем я открываю себе скриншотики из документалки скриншотики из документалки так все погнали прежде чем мы пойдем по кадрам хочу сказать спасибо огромное моим спонсорам которые поддерживают канал не кидают не бросают спасибо большое всегда приятно и новым спонсорам которые добавляются огромная благодарность спасибо 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 итак документалка еще раз называется дом который строят драконы после 4 эпизода красный дракон и золотой теперь начинается конечно вообще с мимимишного оказывается сцену когда рейнир молодая актриса мили была на троне когда он срубается ей голову это вообще самые первые сцены которые снялись для второго сезона ее пригласили потому что у нее потом были проблемы с расписанием она участвует в спектакле сейчас играет и у нее начиналось дни когда нужно было поиграть поэтому они нашли окошечко и раньше всего пригласили ее на съемки и они отсняли вот эти сцены и говорит мы самые первые актеры которые приехали вообще на съемочную площадку снималась эта сцена и проговаривают о том что вот этот дяденька является директором фотографии это вот в русскоязычной советской киноиндустрии этого человека называют оператор но в Америке оператор это только тот человек который сидит за камерой а директором фотографии два человека вот они самые главные на съемочной площадке да это режиссер директор и директор фотографии директор фотографии он ответственен за выставку если режиссер он ответственен за то какую эмоцию и как будет играть актер он за этим следит вот это его работа следит за тем как играют актеры а режиссер по фотографии да он отвечает за то как это все будет выглядеть в картинке техническую часть освещение какую линзу поставить какой ракурс там все чаще всего режиссер говорит примерно как он это видит у себя в голове дает раскадровку и базируясь на этой раскадровке директор фотографии он уже там знает планирует свой план обычно эти два человека они находятся вот очень очень близко всегда работают вместе и это такое правило в Голливуде что хороший режиссер он не должен отвлекаться на не быть майкроменеджер он не должен отвлекаться абсолютно на все другие работы а вот ты там неправильно провод сматываешь а ты неправильно вот тут лампочку вкручиваешь ему этим не надо заниматься он должен сосредоточиться только на всем творческом процессе и обычно они вместе там и на обед ходят и сидят рядом в палатке когда наблюдают за на мониторах как все это снимается и вот этим занимается директор фотографии и если вы обратили внимание режиссер тот же самый который снимал первую серию второго сезона и они работают в связке они вместе снимали первый эпизод и четвертый снимали но есть такие режиссеры как этот Джеймс Камерон которого вот просто не любят он он никому не дает ни вдохнуть ни продохнуть везде нужно ему ставить свои пять копеек только звук которого как будто бога говорится из чего-чего баба глухая надочуваю что вы говорите повторите пожалуйста еще раз и Рейнира ему на своем валерийском выдала но но они хотели эту сцену сделать точно такой же как в первом эпизоде первого сезона когда Рейнира обходит а Дэймон сидит играющий на престоле что ты тут дяденька делаешь и вот они снимали той же самой линзой тот тот же самый пытались воспроизвести ту же самую сцену конечно наблюдать за этими двумя как ни крути при всей моей любви к актрисе которая играет Рейниру да взрослую Рейниру она хороша да никто не спорит да Дарси вот но Милли химия между этими двумя это просто что-то зашкаливает то как они вот вместе смотрятся в кадре это просто кайп мне намного намного больше нравилось взаимодействие но может быть и по истории тоже оно так должно было быть что раньше вот эта молодость кровь била в голову и Дэймону и Рейнире такие шубутные а потом мы видим когда уже старая Рейнира становится взрослая там уже проблемы начинают все дела но какой-то вот химии между взрослой Рейнирой и Дэймоном актером ну мало они работают хорошо да сцена во второй серии когда они там спорят да замечательно они играют они профессионально играют но при всем при этом вот здесь когда на этих двоих смотришь прямо искры в воздухе находятся настолько они хорошо вместе ну и она ну конечно милашечка лапочка милашечка ну просто обожаю при всем при том насколько раньше люди господи какую-то страшилку выбрали боже какая она очаровательная какая она классная молодая актриса я желаю только море успеха и замечательных ролей и у меня такое в тень как будто я никуда не уезжала но тут она в том платье в котором она сидела помните голову пришла ну и так хорошо это так непривычно как будто ну-ка ведь я даже на троне посидел на трон какой-то он такой перекошенный на одну сторону короче слилась под лохами всех этих производителей продакшн дизайнера жопка в одну сторону съезжает а Дэймон мимо проходит актер говорит не служите ее ну давай колечко так похлазал ну вообще милота милота если вот вам нужен повод посмотреть документалку вот даже ради вот этого взаимодействия как фотобомбу устроил Мэтт Смит ради этого стоит даже посмотреть еще интересный момент на съемках снимали сцену где он опускается на колени и держит ее за ручку в серии сделали да в серии нам показали что просто он стоит перепуганный и голова так повернулась и поговорила с ним а тут был момент где он спустился и держит ее за руку такое видать несколько вариантов пробовали обыграть теперь костюм который сделали для Алис Риверс конечно шикарно потому что может быть сцена слишком темная где она там колдуй баба колдуй деда со всеми своими зелиями стоит она не так сложно рассмотреть это платье особенно там поверх этого как фартук такой ей нацепили платье это шикарное какое вот здесь ну плохо заметно но когда смотрю на нее у меня почему-то вайп был если мы говорим про ведьмы да у Диснея самый первый сериал который был очень крутой назывался Ванда Вижн и в нем была ведьма Агата It is Agatha All Along кстати они выпускают сейчас отдельно сериал про нее потому что так люди ее полюбили такой классный персонаж она получилась вот тот сериал Ванда Вижн это наверное один из немногих марвеловских сериалов который вышел на Диснея который вот сделан был качественный интересный который вот люди смотрели и хотелось смотреть и Агата просто великолепна и вот чем-то я не знаю почему но вот у меня такое ощущение когда я на нее смотрю то ли цвет одежды то ли черные волосы то ли структура лица не знаю но вот что-то мне вот прям ничего не могу с собой поделать но вот ассоциация внутренняя идет с Агатой хоть ты тресни ну и конечно эти работали хорошо очень понравилось когда они только познакомились он так Мэтт Смит очень очень душевненько говорит так вот давайте кто вы тут давайте познакомимся все Мэтт Смит король очень приятно Марфова сильная ну и видно что у нее глазки прям светятся когда она про Мэтта Смита говорит ну конечно с таким актером поиграть вместе поработать теперь а съемки одни говорят что съемки у Горчиного приюта были самыми большими съемками и самыми сложными съемками которые во втором сезоне так что все те кто раскатали губы на то чтобы посмотреть еще какую-то большую может какую-то битву супер крутую то давайте губы закатывать потому что чтобы там уже не было до конца сезона такого масштаба такого размаха мы уже оказывается не увидим и говорит это было нашим самым большим испытанием в этом сезоне массовка составляла 500 человек вот там с разными доспехами с разными костюмами со разные гербы и остальное и как снимали шикарнейше показывают как закапывают земли и разные взрывчатки как ставят на разное время и потом что-то оно взрывалось по ходу и создавался вот этот эффект как будто бы драконье пламя была полностью раскадровка режиссер полностью сделал раскадровку как он хотел кто что видит какой момент куда там дракон какой выдыхает пламя с какой стороны кто на кого нападает так что если хотите кого-то ругать за хагар которая вылетела из-за угла то это вот все знаете к режиссеру всем проблем потом он говорит что съемки вот это место где проводились в этом лесочке это тот же самый лес в котором свое время ридли скотт снимал гладиатора между прочим так все совпало интересно сегодня вышел трейлер на второго гладиатора если интересно у меня есть в телеге канал можете зайти уголок твистера я туда выкладываю все выкладываю трейлеры если новые выходят со своими какими-то двумя словами что я по этому поводу думаю какие-то фотографии личные если мы дома что-то готовим куда-то поехали у меня есть инстаграм если вдруг кому интересно в инстаграм тоже заходите все в ютюбе все ссылки на все мои соцсети есть но в инстаграме я очень редко если хотите меня поймать если хотите вот что-то личное какое-то общение я в чате у нас чат привязан к телеграму там кстати у нас замечательные наклейки есть их наклейки вот меняются каждый день у нас вообще очень очень приличное общество там вот это одна из последних наклеек которые Ваня нам сделал на этой неделе вот можете заходить приходите приходите к нам в телеграм ищите уголок твистера и там закрепленных есть два чата один где вот просто болталка флудилка такая мы общаемся про сериалы про жизнь всякое остальное и есть еще один чат 18 плюс но там уже такое ну там тоже приличное общество но иногда большинство нов так что если интересно заходите и я выложил трейлер на нового гладиатора можете пойти посмотреть вторую часть так что тут так интересно совпало только на этой неделе этот рассказывал где снимали первого гладиатора а тут уже трейлер на второго вышел он говорит что если даже сам Ридли Скотт выбрал этот лесочек мы знали что мы мимо этого леса пройти не сможем так что если вы смотрели предыдущую серию и думали блин где-то этот лес я видел раньше вы видели его в гладиатор просто тоже такой классный момент какие здоровые камеры на которые снимают два мужика в форме подтягивают под прицепляют на краны ставят здоровую камеру теперь тут на холмике там где видите синие коробочки там где замок построили кратчины приют машины естественно все поубирают потом и о про лошадку я рассказывал что она как единорог тут немножко видно рог намотанный на голову этого Криста Коля говорит но эта битва вот прям чувствовалось как будто битва даже Кристан Коль говорит что мне настолько повезло актер который выиграет настолько повезло что я не знаю что будет ли еще в моей карьере когда-то чтобы я поучаствовал в таких масштабных съемках ну конечно куда ни крути вот так вот Кристан Коль находится когда доспехи с него снимает можно немножко слюнки попускать кто отпускает слюнки он бесячий этот персонаж конечно но пожалуйста ребят давайте не будем путать персонажа с актером мне вот вот честно его жалко взяли затравили бедного человека понабегали к нему в социальные сети стали его оскорблять стали это он позакрывал все свои сети на прошлой неделе ну жалко вообще вот такой ну няшка актер няшка вообще и красавчик ну если он вас раздражает как бы я говорю это сейчас не вам моя золотая аудитория потому что я знаю что моя аудитория вы умные люди которые могут различать актера от персонажа я говорю тем долбодятлам которые прибегали к нему в социальные сети которые хейтом его забрасывают если если ненавидите так значит он играет хорошо свою роль нужно уметь играть такого персонажа которого хочется ненавидеть тот же самый Рамси Болтон тот же самый Джоффри Бартеон ну конечно да панталон чеки военные а низом маечка а потом сверху вот эти все доспехи на них цепляли видно что не это денек то не прохладные представьте во всех этих железячках ездить ну и хайтаур конечно кадр шикарней очень понравилось вот это я прям самая лучшая из всех картинок сидят ржут тоже мужики на лошади между съемками вот вы не поверите но иногда чаще всего больше всего времени на съемках уходит именно на ожидание вот наверное на всех съемках сами съемки они может процентов пять времени занимают от всего все остальное время это подготовка где-то что-то там надо пересобрать как они рассказывают этот человек который сгоревший который разваливался в доспехах каждый раз каждым дублем нужно было все настроить засыпать туда праха который собирали чтобы все это выстроить а это все делается не быстро каждый раз так откатываемся все на свои исходные позиции все происходились поисходным все эти песни так вот тут так мне освещения не хватает ты сидишь сидишь ждешь когда между каждым тыком между каждым дублем но тут лучше у коняшки рок видно я не знаете он захотел себе единорога сделать ну вообще непонятно крестом большалу и тут уже сцена классная как здоровую камеру снимает камера редкосты не красненькая компания тут тоже гербы видны сток 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 где у меня надписи сток вот сток ворс сток ворс и эти росби теперь вот это каскадер наши которые занимались тоже съемкой и говорит что мы поджигали 8 человек я никогда еще не видел людей которые так любят чтоб их поджигали ну очень классно естественно не могу показать здесь эти кадры в ютюбе потому что там ютюб подумаешь что на самом деле показывают какие-то это ранения но пойдите посмотрите насколько классные вот эти все простатические наклейки сделаны какой грим шикарный это просто обалдеть и вот тут тоже как это делалось шикардос шикардос вообще конечно эта серия на момент когда я сохранял скриншоты 9.7 так что если я тоже я читаю в комментариях прозреваю есть люди которые пишут все после этой серии мне захотелось дропнуть этот сериал я думаю ты жопой я вообще не понимаю кто вот люди которые говорят что это худшая серия в сезоне мне хочется плюнуть в лицо таким людям мне хочется тапок снять и просто по мордасам надавать таким людям которые говорят что это самая худшая серия что ничего хуже не было когда мне человек да искусство это субъективно каждый человек подходит к этому со своим со своей колокольней но есть вещи которые бесспорно сделаны качественно хорошо и только если человек амнист и вот просто вот он решил внутри залупиниться в чем-то и вот он будет сидеть искать вот какие-то проблемы одно дело если ты пришел и видишь скульптура глиняная как будто бы горы говна наложены ты стоишь и так да это наверное отсылка на последние события именно а если под этим углом когда мы видим тень можно напридумывать вот на какую-то дрянь придумать что это хорошо но когда ты видишь картину того же какие-нибудь работы микеланджело если ты видишь леонардо да винчи работы ты смотришь я не знаю это только человек который вот ему хочется до чего-то докопаться он может докопаться я когда учился в университете у нас даже было задание я рассказывал те кто на канале давно знаете я учился в киношколе у нас было задание у нас была история кино и были уроки когда нам нужно было написать критический отзыв нам нужно было взять какие-то шикардосные фильмы получившие оскары и нужно было найти к чему придраться это делалось для того чтобы показать что к любому произведению ты можешь найти за что придраться но есть некоторые вещи которые вот ты смотришь и ну не хочется вот это при субъективном искусстве это объективно шикарно сделанная вещь поэтому когда я слышу кто-то мне говорит что четвертая серия это гадость что это плохо в моих глазах этот человек он может он вешает на себя табличку я долбодятел который совершенно ничего не понимает ни в киноискусстве ни и мне с этим человеком даже не интересно общаться мне даже не хочется слушать вот что бы он мне сказал я очень надеюсь у нас по воскресеньям проходит гигдозор я очень 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 надеюсь что среди нашей компании не будет никого кто бы сидел и начал каким-то образом докапываться или унижать именно иску искусство составляющую часть в этом эпизоде да можно ругать какие-то изменения которые создатели решили сделать опять-таки напоминаю создатели один из создатели это маркин я проговариваю и все были вчера на стриме у нас маркин один из создателей этого сериала он имеет право на то что как и где меняется да можно придраться допустим какие-то диалоги или там в кастинге в каком-то кто-то может придраться но в общей своей составляющей этот эпизод это просто шикарнейшее проявление нет сегодня ни одного сериала в этом году не выходит ничего такого чтобы даже на расстоянии 100 километров могло бы стоять рядом с домом драконов и вот с этим эпизодом этот эпизод вообще полная а вот дух той старой игры прессов которую мы любили со всеми политическими играми со всеми интригами когда тебе говорит мать там ты сиди дома все что тебе нужно делать ничего не делать политические планы как именно а выстраивается куда что идти с магии видениями дэймона этот эпизод абсолютная шикардосная десятка от меня и это мнение не просто субъективно это мнение объективная плане того как человека который пять лет учился в киношколе выговорился теперь про режиссера который снимал эту серию он вообще не новый человек в этом сериале он снимал две серии в первом сезоне бэйлор это тасс то серия в которой на эту старку голову убрали пламя и кровь это та серия где в конце у дейенерис дракончики родились теперь он снял аж 4 серии во втором сезоне север помнит потом ночные земли там где джона снова взяли заложники они это там где он пытался разведать у тот который дочерях своих женился он пытался найти куда сыновей там потом принц интерфейла и валар маргулис и он еще снимал седьмом сезоне beyond the wall за стеной когда помните вылазку делали для того чтобы зомбака поймать и какая отряд самоубивашек был да не ходили там на озере мерзли потом дейенерис прилетела их спасла и король ночи еще забросил дракона копье так что этот режиссер он для на он нам подарил и в игре престолов замечательные серии с огромным рейтингом так что он товарищ знающий свое дело вообще если интересно он синеглазый самурай я не смотрел мной от многих слышал он был режиссером там но фильмы конечно которые он был режиссером такое сомнительное терминатор дженезис это тот же самый терминатор в котором по моему было дейенерис играл эмилия кларк играла и тор но лично для меня торт темный мир это сам мой самый любимый тур потому что после этого когда там начались вот это рагна роки когда начались thunder and love любовь и гром это такое позорище было а мне лично очень нравится темными я не знаю почему вот такой низкий рейтинг но из всех торов вот 2 мой самый любимый теперь тоже как снимали они обновили систему если вы посмотрели и в этом сезоне полеты на драконе выглядят круче это вам не показалось они поменяли технологию как камера реагируют за движением этого седла шикарно шикарно и you know almost feel the breath of the beast практически чувствовал дыхание зверя потому что они все снимались на этой сцене и на этой машинке прикольненько и вот так они смотрят чтобы сразу тут как бы предварительная графика есть чтобы видеть как как она выглядит как и чего подставлять как примерно кадре уже сразу на лету не больше трехсот килограмм по центру на этой машинке если сильно кто-то много кушал и понравилось когда она слезла потом с этой виду господи чпокните меня сбоку что так сильно ее на накрутили на вертели на этой машинке ну короче говоря знает толк возвращениях тетенька вообще у нас тут про личное общество теперь показывали как именно снимали что говорит можно было создать вот эти все вспышки огонь на компьютерной графике но всегда живой огонь смотрится круче и поэтому они построили специальный огнемет такой который выплевывал огонь и они снимали на манекенах чтобы примерно иметь пропорциональность и потом этот огонь вставляли еще классный момент когда шла битва режиссер вдохновлялся когда между собой сражаются хищные птицы он говорит я отсмотрел кучу фотографий кучу документальных фильмов смотрел как именно сражаются между когда они они в бою за цепляются лапами и начинают вот так вот крутится и вот это было использовано шикардосненько ну и тут тоже конечно говорит чувство когда ты смотришь на все эти разрушения люди которые ходят в огне вот такой общинка вот ты реально находишься там страшно ну про вот этого манекена я уже рассказал что с каждым кадром им нужно было по новой его собирать прикольная актриса тоже сказала говорит конечно это самая ужасная сцена потому что они потеряли самого лучшего персонажей самого-самого лучшего дракона потеряли в этой битве или ты если ты уходишь из битвы то это самый крутой способ потому что даже и в игре престолов мы знаем что когда актеры узнавали что они погибают в сериале они уходят до юка каждый же по-своему уходит нагреть для меня вот этот уход был сам самый крутой мне кажется такой уход это прям зрелищно и красиво и не жалко ну и тут уже на заднем плане корлис актер рассказывает насколько ему было классно с ней играть на такой внук прощались прощались если сначала пока мы смотрели сериал я сидел салфеточкой носик подтирал и глазки и слезки собирал потому что говорил до свидания рейнис а в этой документалке тоже проронил скупую с дядьки вовкину слезу когда прощался с актрисой ой мило так тут тоже несколько сцен когда эти головы в кадре были для того чтобы понимать кто с какой стороны летит как отстраивать какое освещение потому что для чего делаются такие головы и делают и красят чтобы потом как при данном освещении как цвета реагирует чтобы их потом использовать в компьютерной графике чтобы цвет был правильный не не отличался чтобы можно было цветокоррекцию потом корректировать ну и тоже вот эта красивая сцена ее вообще хоть на обложку ставь как этот уходит кстати мне написали такую классную идею до меня я даже сам до такой идеи не догадался я я что-то вообще даже про такое не подумал не помню кто ну кто-то написал ребят если до чего-то я додумался сам я всегда сижу и расскажу давайте вот смотрите что я нашел сейчас можете а это вот вот не могу взять себе очень хотелось бы присвоить себе но не мое кто-то написал говорит а что если мы же знаем что на этом кинжале проявляются письмена когда они находятся в огне а что если вот тут все горит и когда пришел эймонд и он наклоняется рядом с этим почему он подобрал кинжал так быстренько его там утащил что может быть он разогрелся в огне а нам специально показали как эйман хорошо знает древний валерийский как хорошо он знает никто бы ему про эту легенду не рассказал а тут что если это мне кажется замечательная теория если создатели сериала этим не воспользовались это будет большой ошибкой но так классно что чтобы вот он увидел в этом кинжале вот это пророчество песни да и пламени и потом пришел еще и мамаски просказал бы алисенте то это вообще было бы ягодка сверху тортика спасибо добрый человек который написал который оставил комментарий на эту тему мне очень понравилось мне прям ну супер как понравилась эта идея прям красоте все обговорили обговорили трейлер обговорили документалку теперь следующее видео на канале которая будет это будет про пацанов 7 серию все а на этом обзор разбор дозор окончен всего хорошего пока